Всех приветствую на мелом! И в последнее время, ну, несколько человек точно видел, задавали такой вопрос Чем отличается канцелярский пиленый? Вот он, кстати, Альгельм или Альгем Не помню, как правильно называется Это канцелярский от настоящего природного Ну, наверное, глупый вопрос сравнивать пиленый, да, канцелярский Его даже пиленым не назовешь С пиленым кусковым Это то же самое, что сравнивать вот этот вот канцелярский с кусковым просто мелом Потому что пиленый мел делается из обычных больших пластов, кусков мела, да То есть это натуральный природный мел, вот здесь лежит, который Для начала давайте сравним Вот это вот у меня брусочек 9D Вес около 300 грамм Канцелярский Как вам разница в толщине? Громадная, да? Но сейчас мы не об этом разговариваем Я подобрал примерно одинаковый по размеру Это 1D сорт Акбулак пиленый Вес примерно около 30 грамм И получается канцелярский У него вес, наверное, грамм, ну, 12 То есть размер практически одинаковый Еле-еле этот больше Вес отличается более чем в 2 раза По вкусу Я скажу честно Я вот этот мелок кушал несколько лет сам Вот этот вот пиленый Не могу бы называть его пиленым Канцелярский вот этот мелок я кушал несколько лет Потому что, ну, у меня не было возможности где-то купить другой мел И самое интересное, я даже не задумывался о том, что существует природный мел В общем, это было где-то более полутора года Полутора лет назад, как правильно сказать Я кушал этот мелок И да, я знаю, есть такие люди, кто действительно его кушает Он у меня был в продаже, когда я уже начал кушать природный мел Я убрал его с продажи по причине следующей Понимаете, это сплошная химия Если мы сравниваем, что из этого, допустим, вредно или не вредно Здесь свои всякие химикаты, да Здесь природный мел, не просто так на него нету никакого ГОСТа в России И вообще нигде на употребление его в пищу, да То есть природный мел по-своему вреден Канцелярский мел по-своему вреден Возможно, даже одинаково они вредны Только каждый по-своему, да Но дело в том, что и этот мелок кушают, и этот мелок кушают Так к чему я веду? По сути, неважно, какой из них кушаете Одинаково будет вредно, но Есть одно но Вот это, как я сказал, несколько лет я его кушал Вот много таких людей уверен В чем суть? После того, как вы хотя бы один разочек Покушайте этот мел Вы не сможете больше есть этот Я не знаю Капец ветерок Это хорошо Я не знаю, как вам объяснить Но здесь сплошная химия Это гипс То есть Они у меня остались еще со старой-старой продажи Когда я его еще продавал Но скажу честно Когда я только первый раз попробовал кусковой И этот больше есть в жизни не мог Какая сплошная химия Понимаете, даже вкус он абсолютно разный Вот 9D Давайте я попробую описать канцелярский Он очень воздушный То есть если даже взять вот такой вот брусок Только канцелярский бы если это был Этот весит 300 грамм Канцелярский весил бы грамм 100 Ну потому что гипс, вода, все Здесь даже, скорее всего, смеси самого мела нету Чистый гипс Проще сказать Вот есть уже гипсокартон, да, в стены его вставляют Чтобы стены выровнять Вот это он и есть, по сути Я помню эти времена, когда я еще не занимался продажи Не знал, где много мела можно заказать Когда у меня заканчивался кусковой А вот этот стоял в коробках У меня его много было Я его даже в тот момент не ел Ну, это правда абсолютно разные вещи Я не знаю, честно, как можно это описать Пожалуйста, напишите в комментариях Для тех людей, которые вот это спрашивают Какая разница между кусковым мелом и вот таким, да Это я не знаю, как, допустим Не знаю Вот этот мелок мне не слишком сильно нравится Это акбулак, он Горчит временами Сейчас нормально попался Звук, думаю, так же слышно То есть Этот мел, не знаю, кстати, как раствориться в воде Шипения здесь, соответственно, никакого не будет Не знаю, насколько вот тут видно Но Он очень такой рыхлый Не слизкий, а как скрипучий будто В общем, у меня нету даже слов, как подобрать Чтобы в пример что-то привести Я вам гарантирую Попробуйте разок Природный мел Больше этот есть не будете Но опять же Смотря какой Вот, допустим, если вы приобретете акбулак Да, и он вам еще и горький именно Как на зло попадется То можно подумать, да хрень это все природный мел Буду есть этот Но нет, в любом случае нет Даже Акбулак, думаю, многим понравится Водичку не взял Что-то Слабовая Слабовато Но Раньше было так Но вот сейчас Блин, я его попробовал Из-за того, что я его не ел где-то год Но не показался настолько противным Насколько раньше казался То есть Я говорю, вот даже сорта Вот акбулак, да Горчит, не горчит Я уже столько сортов мела перепробовал Что Когда я кушаю теперь Сорт акбулак Это бывает очень редко Как, допустим, вот сейчас, да Он, кажется, не горьким Невкусным Фу, есть лучше, да А он, кажется, скорее Каким-то оригинальным Вот так вот И сейчас этот попробовал Такой Интересно Сейчас мне прям Не вырвать от него Типа можно попробовать Давайте попробую Описать состояние Я вот не пробовал Вот эти вот Сливки прессованные Которые я сейчас заказал И я почему-то уверен На огромное количество Процентов Что Вот как вы его описывали Мел вот эти прессованные Сливки И морской короб Вроде бы, если не ошибаюсь Называется Что когда его кушаешь Он очень быстро растворяется Потому что мел прессованный Делается, соответственно Из меловой Пыли, крошки И так далее, да И поэтому Когда его ешь Там нету Определенного хруста То есть вначале Может быть что-то присутствует Но как только ты откусил Это все в кашицу Растворяется Так вот, мне кажется Они одинаковые будут В этом плане То есть как такового Хруста здесь нет Немножко разжевал Все ушло в кашу Растворяется сразу же Любопытно, честно говоря То, что Я его спокойно так съел Но много его не съешь Я вот много могу есть Допустим Жирные сорта И вообще Теперь не ем Полностью Непросушенный мел Потому что Много кушать мел Это вредно Но в любом случае Я его кушаю Больше, чем нужно Там, да Допустим Я съедаю в день От 500 грамм Вот примерно так Да, это много Но Что поделаешь И к чему я веду Я Себе не могу позволить Занимать, так скажем Место в желудке Мел, который не просушен Потому что Я не наслаждаюсь Вот этим вот именно Моментом поедания То есть Вот этот мелок Полностью просушен Откусил Вкус весь прочувствовал Вкуснятина Но Когда ты ешь Получается Непросушенный мел По факту То же самое Что таблетку Потребить с кальцием Да То есть Ты не ощущаешь Вкуса И тому подобное В общем Не наслаждаешься Моментом Так Как с просушенными мелками И со временем Раньше мне нравился Плюс-минус весь мел Сейчас более жирные сорта Это допустим Красавчик Глинамел Который Очень нравится Потому что это Слабый глинамел Но очень жирный мел Потом Что еще нравится Почему еще перестали Нравиться Сухие сорта Потому что Последнее время Частенько Какого-то Блин фига Они приезжают Песочные Белая гора Феврюкова Очень много сортов И конечно Меня это не совсем устраивает Вкус у него Совершенно меняется За песочного Вот этого привкуса Жирные сорта Все-таки Там более Все понятно Но опять же Взять сорт Воздушный Допустим И в этой поставке Вот которая была Он пришел Сначала я думал Что он В один-в-один Как глина Октабе Или Октабе Гарли по-своему Так скажем Называют Но Когда я сравнил Я понял Что глина Вот эта Октабе Она получается Идет Более легкая И прям Я бы не сказал Что я в ней Ощущаю мел Вот она По состоянию По вкусу Чем-то Даже на канцелярский Была Сейчас похоже Ну Когда канцелярский Ел Он был Немножко схож А вот этот Воздушный Который поступил Он все-таки Есть такие Отголоски Мела В нем Но Очень Очень схож Вот То что У меня Поступило Многие сорта Именно Жирных Жирного Мела Они по вкусу Есть небольшие Отголоски Тоже Клиния КТБ Я не знаю С чем связана Вот эта вот Поставка Именно Которая была У меня Месяц назад Два месяца Назад Даже Но Прям Отголоски Есть Ставьте лайки Следующий Останой Ролик Будет Петропавловкой А потом Какой здесь У нас Сорт В общем Следующая Петропавловка Очень Скоро Уже Увидимся